Зимний дворец Это символ империи. Николай II, последний царь, он очень любил историю. В своем дневнике он даже написал любимое чтение, исторические журналы. И вот гуляя по этим бесчисленным комнатам дворца, он все время попадал вслед предков, все время постигал уроки власти. Как революционно начинается власть в империи Романовых. Вот судите сами, но вот еще недавно там бояре рвали бороды за право быть более знатным, подделывали грамоты. И вот теперь умирает великий Петр. Такая насмешливая смерть не дает ему сказать до конца, кому он отдает все. И вот в соседней комнате собрались вельможи, чтобы обсудить, кому отдать власть. И они с изумлением видят, как в этой же комнате появились командиры гвардейских полков. Когда они попытались спросить, какое право они имеют, раздалась барабанная дробь. И в окно они увидели, что весь двор занят гвардейцами. И у дверей стали гвардейцы. И они выкрикнули новую императрицу, Екатерину Первую. Какая удивительная императрица. Еще вчера ее звали Служанкой Мартой. Еще вчера она была кухаркой у пастора Глюка. И сейчас она становится хозяйкой империи от Балтики до Ледовитого океана. Так что мечта Владимира Ильича, которая была на всех плакатах, кухарка должна научиться управлять государством, она у нас уже осуществилась. В начале, в самом 18 века. Да причем, как революционно осуществилась. Она же ведь не одна будет управлять этой великой империей. У ней есть соправитель. И тоже, ну, абсолютный революционер. Счастье баловень безродный полудержавный властелин Меньшиков еще начинал торговцам пирогами. Вот так начиналась эта великая империя. И гвардия, которая так продирижировала вступлением на трон Екатерины I, теперь она уже не уйдет с исторической сцены. Весь 18 век она будет связана с дворцом. Вот этот великолепный дворец повелела построить Елизавета, императрица Елизавета. И вот здесь, друзья мои, еще одна революция. Ну, что такое Россия конца, там, 16 века, даже 17 веке? Это страна домостроя. То есть мужчина, муж, хозяин жены, хозяин женщины. Как заботливо прописано в домострое, как муж должен бить женщину. Там большая просьба к нему быть благопристойным, не лупить ее дубиной и железным посохом, ну, чтобы не повредить имущество. А перед тем, как бить, заботливо снять с нее платьица. Причем не в каких-нибудь эротических целях, а чтобы сохранить имущество. Женщина называется сосуд греха. И вот в империи с самого начала происходит, ну, я бы сказал, революция, которой просто не посмели бы мечтать феминистки сегодня. Страной будут управлять пять императриц. Как писал поэт, империя вылупливалась из яиц под тяжкой коронованную плотью твоих пяти императриц. И вот четвертая императрица Елизавета и повелела построить архитекторную вострели этот великолепный дворец. Он должен был быть самым высоким зданием общества. Церкви, они служат Богу, они могли быть выше. У орды дворец. Ты императрица Елизавета. Какая женщина. Когда немецкий дипломат увидел ее впервые, он так расчувствовался, что упал в обморок. Такой была красоты. Рыжекудрая, фарфоровый цвет лица, как описывали те, кто видел. Причем на лице нежный румянец и вот этот сдернутый, подмигивающий солнцу носик. Ну, красавец. А форма, форма, то есть это высокая грудь, эти божественные длинные ноги, которые с такой завистью описывает императрица, будущая императрица Екатерина. Ну, и причем как, как находчиво, вот как показать эти ноги в этот период страшный, когда они были заключены в тюрьму из этой длинной юбки, кринолина, догадалась, догадалась. Придумала маскарады и обязала всех женщин, всех фрейлин носить мужские платья. И являлась то мушкетером, то в одежде простого матроса. И как описывала в своих записках, Екатерина в будущем царила этим высоким красавцем среди пухленьких мальчиков, в которых превращались ее фрейлины над этой жалкой толпой. Но это все будет после. Это все будет после. Более того, вот эти ночные маскарады, ну, злые языки говорили, что не потому что даже мечтала явить всю свою красоту по ночам, а потому что очень боялась. Дело в том, что ее переворот и был осуществлен ночью. Тогда правила правительница Анны Леопольдовны, пожилые, постаревшие птенцы гнезда Петрова решили позвать познатнее и позвали потомков соправителя Петра Великого Ивана Пятого, болезненного, рано скончавшегося, но успевшего народить много дочерей. И вот потомки одной из этих дочерей и правили, это была Брауншвейская династия. Анна Леопольдовна, правительница, император Иоанн Антонович в Колыбеле находившийся. И вот, а дочь Петра, Елизавета, кстати, рожденная до брака и впоследствии привенчанная, когда мать стала уже законной женой, она пребывала в ничтожестве. Но вот если вы посмотрите на портреты Елизаветы, которые ей, в общем, не нравились, обычно она их ссылала, то на этих портретах у нее, как вам сказать, немножко портит лицо подбородок. Это тяжелый подбородок великого отца. И этот подбородок заставил нимфу действовать. Не захотела жить в ничтожестве. А так состоялся второй поход гвардии на собственный дворец. Ноябрь 41-го года. По вот этой набережной сани, в санях сидит наша нимфа, окруженная тремя стами гвардейцев. И поход галантный. Поэтому вместе с нею в походе участвует учитель музыки и лекарь Листок. В общем, Листок, он не только славен своим медицинскими искусствами, а знаменитыми амурными делами. Талантный поход. По дороге арестовывают министров Анны Леопольдовны. Являются в тогдашний зимний дворец. Это был третий зимний дворец. И гвардеец забил в барабан, прокалывают барабан. И вот она уже в покоях Анны Леопольдовны и говорит фразу, которая останется в истории. Пора вставать, сестрица. Так что сестрицу отправят в заточение, где она умрет. А младенец, младенец Иоанн Антонович, ведь она мать. Поэтому пролила слезы, пролила слезы. Не было, нет, нет, не было ничего личного, одна политика. Пролила слезы и отправила его в вечное заточение в Шлиссельбургскую крепость. Вот так она начала править дочь великого Петра. Вы знаете, правила, да в общем, вертикаль власти укрепила. Были бунты, крестьяне бунтовали. Ну, когда же не бунтовали крестьяне? С экономикой справилась, не сама, а фавориты тоже помогли. А главное, воевала, воевала. Воевала, ну, в традициях великого Петра. Она же Фридриха Великого, ну, загнала. Она, это потрясающе, она захватила Берлин. Она уже готовилась его добить. Ну, вот, проказница смерть помешала. А вообще правила решительно, ну, конечно, с акцентом прекрасной женщины. Так, например, не терпела соперниц на балах. Бедная княгиня Лопухина, у ней была большая беда. Именно беда. Она была прекрасна. И однажды посмела надеть ту розу, которая оказалась в прическе нашей императрицы. Ну, императрица, ну, что, сорвала розу, отрезала волосы, била по щекам. А потом, вот, женщина не смогла простить и причислила ее к заговору. И даже вырвали ей язык и отправили на вечное поселение Сибирь. 20 лет будет там сидеть. Ну, женщина. И еще вот она, которая побеждала Фридриха, он уже думал о самоубийстве. Это был почти конец. Фридрих, великий полководец, при этом очень боялся мышей. И Екатерина Великая, она была в этот момент женой наследника престола. Мы еще о нем поговорим. Она описывает прелестную сцену. Елизавета со всей яростью отца распекает министра. И чтобы унять ее, ей посылают шута с ежом. Но Елизавета, увидев издали шута с ежом, решила, что это мышь. И с криком, это же мышь, это же ужасная мышь. Подняв юбки, подобрав юбки, она бежала. Победительница Фридриха Великого. Будучи сама не замужем, она пригласила наследника. Дело в том, что линия Петра Великого, мужская линия Романовых, она пресеклась на Петре Втором. И она позвала, ну, тоже родственника линии Петра Великого, сына своей сестры, то бишь племянника. Сестра была замужем за принцем Гольштейн Гаторбским. И вот этот Карл Улерих, Гольштейн Гаторбский и прибыл в Россию. Ну, стал он, как нам известно, Петром Третьим, но в наследство Романовым он оставил вот эту приставку. Гольштейн Гаторб Романовы. Так они стали называться во всех геральдических справочниках. Поэтому какое-то время, ну, до празднования Трехсотлетия, как-то фамилии избегали. Просто называли Царствующий Императорский дом или Царствующий дом. А вот поближе к Трехсотлетию появилась снова династия Романовых. И вдруг наша последняя царица Александра Федоровна узнала, что они уже не Романовы, что в официальных справочниках они именуются Гольштейн Гаторб Романовы. При ее, ну, таком, скажем, напряженном отношении к немецкости она была против. Она потребовала, что в этом знаменитом справочнике под названием Готский альманах они снова именовались Романовым. Но, к сожалению, она не управляла Готским альманахом. Тогда она привычно попросила просто запретить этот Готский альманах, но ей объяснили, что нельзя быть смешной. И поэтому решили, пусть клевещут. Так же и оставалось это Гольштейн Гаторб Романовы. Это официальное название династии, которая тогда правила Россия. Ну, тот несчастный наследник, Петр Третий, он и был, ну, первым жителем этого дворца. Елизавете пожить здесь не удалось. И он вместе с женой Екатериной и въедет в этот дворец. Ну, Екатерина, она, как вам сказать, она была вот такой, есть характер, отличница. Она очень хорошо выучила русскую историю. И про этих четырех императриц забыть не могла, очень не любя своего мужа. Поэтому жили они здесь в разных апартаментах. Екатерина уже начала плести заговор против мужа. И муж плел заговор. Но Екатерина была швея-бабайчея. И поэтому через некоторое время появились слухи. Появившийся принц бывший, а ныне император, у него появились странные задачи. А именно распустить гвардию заменить ее своими галштенцами, отменить православие, заменить его лютеранством. Тем более, что все видели, что во время богослужений он смеялся. Он слышал про эти слухи. Но, понимаете, у него была неправильная вера, что он самодержец. Он забыл о походах гвардии на дворец, о которых хорошо помнила его жена. А потом вообще сделал вещь ужасную. Мы же готовились победить этого Фридриха. А он накануне победы посмел заключить мир. И знаете, какие сцены разыгрывались в этом дворце, вот если снимать. Вот он ждет. Он знает, что жена беременна. Знает, что от любовника. И он знает, что она вот-вот должна родить. И тогда он объявит, что сын незаконный отправит ее, наконец, в монастырь. И она знает. Но хитра. Ее коммердинер поджигает свой дом. И он был наивный. Петр Третий, он отправляется, он очень любил пожары. И он отправляется смотреть, как тушат пожар. А она в это время рожает. И ребенка выносят в шубе из дворца. И вот, представляете, после этого он возвращается. И она, как ни в чем не бывало, беседует с ним. Были женщины в зимнем дворце. Вот Петр Третий, у него была, конечно, беда. Кроме того, что он считал, что он самодержец, он был очень добр. И вот здесь, это тоже картина, он собрал всех высланных бывших фаворитов. То есть, фельдмаршал Миних, высланный Елизаветой. Берон, которого до этого выслал Миних, листок, которого выслал тоже Елизавета. Благодарность за помощь при перевороте. Дело в том, что всякая благодарность должна быть наказана. Она это знала. И вот здесь они все танцевали. И Берон решил ему посоветовать. Он сказал, Ваше Величество, вы слишком добры. Здесь, сказал он, основываясь на своем опыте, надо править кнутом или топором. Тогда они все довольны. Ну, а дальше Екатерина сплела прелестный заговор. И состоялся, ну, просто галантный поход. Ну, представляете, поход на внука Петра Великого, его жена Екатерина, верхом на коне, в шляпе, украшенной дубовыми листьями. Рядом с ней дама тоже, Дашкова. И вот они направляются свергать императора. А что же император? Понимаете, как всякие тираны. Падение духа. И вот этот 70-летний минер, которого вернули из ссылки, говорит ему, Ваше Величество, да возьмите шпагу и встретьте смерть во главе своих гвардейцев. Ну, если боитесь сабельного удара, ну, я не знаю, говорит он, ну, возьмите распятие. Они не посмеют вас тронуть, но возглавьте войска. Этот миних, который был знаменитый полководец, он и в 70 лет хочет немножко помушствовать, но тот не хочет. И его, как справедливо сказал его кумир Фридрих, как он так отрекся, как ребенок, которого отправили спать. Так? Этот дворец покинул Петр Третий и сюда пришла, ну, наверное, самая великая русская правительница. Это Екатерина. Вот она, если брать урок власти, ее урок, как она правила, знаете, она поняла одну вещь и ее провозгласила. Ничего менять не надо. Если она понимала, что ее сановник бездарен, а это было часто, она, как говорила, просто его отодвигала и начинала работать с его помощником. Поэтому все, говорила она, были довольны, все знали, что ничего не изменится, все будут на своих местах, и все будет прекрасно. И поэтому никаких заговоров не было. Она же все время помнила, что она всего лишь ангальцербская принцесса, и папа ее всего лишь губернатор на прусской службе. А свергла-то она императора. Да еще эта ситуация сразу после захвата власти в стране оказалось три императора. она, свергнутый Петр Третий, и несчастный младенец, который уже сильно вырос в Шлиссельбургской крепости. Но умна, вот рук в крови не заморала, но все как-то сплела, как надо. и оба были убиты не ею. Она была оптимистка и ощущала жизнь невероятно радостно. Она была настолько оптимистка, что все ее пьесы, а она еще была драматург, обязательно имели хороший конец. Как она сама говорила, она даже драму «Танкрет» немножко поправила и сделала там тоже очень хороший конец. Она даже покушалась на Ромео и Джульетту, но не успела. Единственное, кто омрачал немножко ее жизнь, как она их называла, мрачные русские литераторы. Дело в том, что в империи была, ну я не знаю, как сейчас сказали бы, коррупция, тогда это называлось «рука руку моет» и воровство. И масон, француз при русском дворе, который написал книгу об этом царствовании, он с изумлением писал, что русский чиновник, он за дело не берется, если не может украсть половины. Знала ли властительница? Знала. Но когда брачный русский литератор Новиков все время писал статьи об этих взятках, она ответила письменно, ну почему нужно все время писать о взятках и о взятках, ну разве совершенство свойственно роду человеческому? Вот так она была и права, наверное. Но сколько побед одержала, какие огромные территории присоединила к России 6 миллионов новых подданов. Она с немецкой аккуратностью составила целый список своих деяний. И они трогательны, она ничего не забыла. Сколько губерний и городов основала, сколько сражений выиграла, сколько удачных мирных договоров заключила. Вот Ось Виссарионович обвинял русских царей, что воевать умели, а вот договор мирный заключить не умели. Умела! И территория страны, вы знаете, это уже была не страна, это была часть света, так она была велика. Все нити европейской политики были в ее руках, и когда она дергала, Европа, как картонный паяц содрогалась. И другой ее канцлер Безбородко, глядя на новое поколение, он сказал, вот не знаю, как при вас, а вот при нас ни одна пушка в Европе без нашего на то позволения выстрелить не смела. Но не в лучшей комнате вот этого прекрасного дворца, то бишь в туалете, она и встретила свою смерть. как писал наш классик, писала про флоты жгла, а умерла, садясь на судно. Ну, вот, повелительница мира этими престарелыми слугами с трудом они ее достали из этого укромного места, но она не меняла не только сановников, она не меняла слуг, и они очень постарели и не смогли ее поднять и перенести на кровать и она повелительница мира умирала на матрасе на полу. Знаете, что-то в этом есть страшное, но грозное. Вот ее сподвижник и, видимо, муж Потемким наверное самый богатый тогда человек Европы. Он же тоже умер в степи на плаще. Так что, друзья мои, не собирайте себе сокровищ на земле, не собирайте. И дальше придет ее сын. вот это опыт очень интересный. Очень интересный. Как только она закрыла глаза, он бросился вот туда, где был в этом дворце секретный кабинет Екатерины. И там он и нашел, наверное, самый взрывчатый документ в истории Романовых. это наследство, которое оставило нелюбимому сыну мать. Это были ее записки. Потом эти записки будут сводить с ума просто от восторга, когда будут читать их Пушкин. Ну, наверное, со времен Руссо, что ли, не было такой божественной откровенности. И там он узнал от мамы, что на самом деле его отец не Петр Третий, а князь Салтыков. Это было ужасно. Одновременно, правда, он узнал, что мать завещала престол совсем не ему, а, видимо, Александру внуку. Ну, это любимый канцлер матери Безбородка бросил в камин. Это было просто. А вот это. И с этой минуты он начинает бороться за отца. Если вы спросите, что это было такое и правда ли это, я, например, думаю, что это была неправда. Достаточно посмотреть эти два характера. Петра Третьего и вступившего на престол Павла. Да они внешне, даже на этих условных портретах похожи. Да кроме того, характеры, та же доброта, которая сменяется жестокостью, та же импульсивность и та же смешная вера в самодержавие свое. И те же часто нелепые совершенно действия и наказания, которые тут же отменяются, потом возвращаются, вот это все безумие, будущее Павла, оно и у Петра Третьего. Нет! Это был его отец. Почему она это сделала? Вы понимаете, у этой женщины было много любовников, ее называли Северной Миссалиной, но если откровенно, у ней был только один любовник. Это было государство, которое она создала, и ему были подчинены все ее страсти и все ее мысли и она придумала, будучи драматургом, вот этот сюжетный ход. Она хотела избавить страну от будущих потрясений. Она понимала, что если он, сын Петра Третьего, вступит на престол, то он начнет мстить, мстить ее с подвижником и, кроме того, начнет уничтожать все, что она сделала и уничтожать ее имя в истории. И чтобы обезопасить себя и их и главное государство от потрясений, она и придумала эту историю. Она божественный политик и после смерти. А он начал борьбу, которая протекала вот в этом дворце. Сначала из этого дворца он повез семью несчастную всю в Александроневскую лавру, где Екатерина похоронила мужа. Причем не в Петропавловском соборе, естественно, а там, в Александроневской лавре. И будет поднят гроб, который откроют. Это какая сцена вообще? Вот история России. эта семья должна была прикладываться к праху. В гробу лежали истлевшие останки Петра Третьего. По-моему, уцелели только ботфорты и шляпа. И они прикладывались. И более того, несчастный младенец Николай, тогда совсем младенец, его тоже принесли смотреть на деда. И после этого здесь, в Зимнем дворце, Павел соединил семью. Здесь стояло два гроба, только что умершей Екатерины, уже тронутой тлением. И вот эти истлевшие останки Петра Третьего в огромном зале. Мы потом отправили их туда, в Петропавловский собор, который все время виден из окон дворца. Целый фасад на него глядит. Вы представляете, как смелы его обитатели, обитатели дворца, потому что они все время могли видеть в окнах сразу тюрьму и кладбище, где лежали их предки. как правил Павел, там была тенденция. Он попытался лишить подданных личного. Все становилось регламентом. Город должен был засыпать в 10 часов вечера. Он должен был обедать в час дня. Люди не имели права носить одни одежды, а должны были носить другие. Он регламентировал право гвардейцев ездить в карете только на лошадях верхом. И он сказал эту формулу, которую мечтали потом присвоить все последующие самодежды. У нас аристократ тот, с кем я разговариваю. И только до тех пор, пока я с ним разговариваю. Здесь он ошибся. Он забыл историю. Он забыл о походах гвардии. И состоялся последний успешный поход гвардии на собственный дворец. удавили. Ну, далее здесь поселился Александр, которого называют сфинксом. Александр Второй еще ребенком его видел, как он ходит по цирскосельскому парку, согнувшись, очень одинокий человек. Вот потрясающая биография. Это человек, который жил с ощущением всеобщего обмана. Вот он, это же невероятно, он не кто-нибудь в Европе, а он победил Наполеона. когда Наполеон был в Москве, его уговаривала мать, его уговаривал брат заключать мир. Нет. Он решил вести войну до конца. Вести войну с величайшим полководцем, который был уже в столице, второй столице государства, и выиграл, и победил. И дальше у него был потрясающий выбор. То что делать? Прогнать Наполеона из России или продолжать его преследовать и закончить империю, великую французскую империю? Его уговаривали, и Кутузов был против продолжения, и советники находились, которые были против. Но он он мечтал стать освободителем Европы. Он хотел въехать в Париж и пройти по мосту, который Наполеон посмел назвать мост Аустерлица. Мост его поражения Александра Первого. И он это сделал. И был знаменитый Венский Конгресс, танцующий Конгресс. Съехались все красавицы Европы. Его славили как освободители Европы. И в этот момент Наполеон вернулся. И первое, что он сделал, он послал к нему документ. Это было соглашение. Вот все, кто с ним танцевали, австрийский император, англичане, и даже побежденные французы в лице Людовика 18-го. Они оказывается уже заключали союз против него. Он их освободил, а они уже думали, как они с ним будут воевать. Так что еще один обитатель этого дворца Александр Третий, мы до него дойдем. Он поэтому, видимо, это одна из причин, почему он печально говорил, у нас есть только два союзника, армия и флот. Но самое страшное, что он узнал, он узнал, что гвардия снова задумала поход на собственный дворец, что уже широкий заговор гвардии, чтобы его свергнуть. Он, который привел их в Париж, он, который говорил все свои замечательные либеральные мысли, был Аракчеев, был. Но либерал был Александр Первый. Даже рабство хотел отменить крепостное. Но заметьте, не отменил, не отменил, хотя действительно хотел, хотел. И даже на стол ему положили стихотворение нашего великого поэта, где было написано «И рабство, павшее по манию царя не отменил». Почему боялся? Что, боялся гармонию нарушить. Ведь это же была гармония. Внизу рабство и наверху оно же под названием самодержавие боялся здания тронуть. И вот одинокий у него была самая красивая в Европе жена, которая его не любила. у него была самая красивая любовница, которая ему изменяла. У него была страна, где гвардия готовилась поход на него. У него была Европа, которая его обманула. И поэтому что такое его смерть, вот много раз бывший в этом дворце двоюродный брат Николая Второго, историк, великий князь Николай Михайлович, он все время занимался этим вопросом смерть Александра Первого. Потому что это одна из самых таинственных историй. и появление этого загадочного старца Федора Кузьмича, и болезнь где-то далеко в Таганроге, и это странное прощание с Петербургом перед тем, как он отправился в Таганрог, когда он кланяется городу, и это невозможность установить от какой же болезни он скончался. Так что только гроб, который там за окном в том Петропавловском соборе лежит, только он может открыть до конца эту тайну. петербургом подогнал «Симон» 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 в госп investing» будет сон «Симон» «Петербург» и «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok